Энергоэффективные технологии Энергоэффективные технологии По внутренней разводке Тепло поступает в тепловой узел Он установлен в каждом подъезде Который распределяет отопление по квартирам С помощью подающего трубопровода Как только тепло достигает последнего этажа Оно начинает идти вниз По обратному трубопроводу В подвале дома номер 77 По проспекту трактора строителей в Чебоксарах Установлен автоматизированный тепловой узел Он регулирует температуру подачи воды Основываясь на показателях погодных термодатчиков Они установлены на улице В теплую погоду Узел регулирует До минимума Чтобы не перетапливать Как в квартирах В холодную погоду Согласна графика Мозг теплового узла Вот этот контроллер Здесь у нас показываются Параметры теплоносителя Поступающего Параметры отопления Горячей воды Тут полностью Здесь мы задали температуру горячей воды Сейчас при этом режиме Отопление не работает Горячая вода Значит Он предел 60-75 градусов Мы заложили 62 градуса Автоматически регулируется 62 градуса Плюс очевидны Энергия не тратится в пустое Поддерживается комфортная температура в помещении Уменьшаются тепловые потери И счет в квитанции за услуги ЖКХ Они платят сегодня Вот как если сравнить аналогичные дома То где-то рублей на 5-8 Даже 10 рублей меньше с квадратным метром Если вот Чтобы сравнить Чтобы было понятно Если стоимость квадратного метра отопления 30 рублей Минус 5 или 8 рублей Это приличная сумма набирается Плюсы для организации Обслуживать такие автоматизированные пункты легче А срок их службы дольше В ЭТУК ими оборудованы почти все дома Но на этом решили не останавливаться Один узел вывели сюда Диспетеризации Чтобы со всеми параметрами посмотреть В плане это есть По остальным домам Сразу смотрим Т1 Теплосеть Сколько дает нам температура теплоносителя Вот 65,7 градуса идет 65,2 Объема Температуру Можем контролировать Смотреть по этим параметрам Кикокалорий Сколько потребил за день За месяц Если не в штатной ситуации Сразу отражается здесь Следующий ресурс Электроэнергия Ее контролируют умные счетчики Что это такое И чем они отличаются от обычных На данном счетчике значит идет информация Можем листать Показывает параметры Сколько потребляет Ежесекундно Сколько потребил за текущий месяц И дата, время полностью Все эти параметры отражены в этом счетчике Но самое главное даже не это Счетчики автоматически передают данные В управляющую компанию И ресурсоснабжающую организацию Органы ЖКХ могут вовремя выявлять должников И применять к ним меры воздействия Вот нет оплаты Вот дали еще Программа уже готова Можем команду отправить Среди тех, кто исправно платит За потребленные ресурсы Анатолий Михайлов В этом доме он с семьей живет больше 25 лет Плюс умных счетчиков оценил сразу Щиток открываешь на верхней дверце И можешь последить Например, на какой месяц Дату показывает Какой месяц, сколько потребил То есть вот это отслеживаешь Раньше, например, бывало, конечно Что включили, забыли А сейчас уже ходишь, отключаешь свет Та же история и с отоплением Стало дешевле и комфортнее Раньше батареи, например, мы форчик открывали А то жарило А сейчас они в зависимости от погоды Регулируются Чувствуется комфорт Температура в квартире уже Не сухой воздух То есть благоприятный Какой климат в квартире С энергосбережением в этой семье На ты К примеру, в светильниках Светодиодные лампы Сколько они позволяют Экономить энергии И главное, за счет чего За ответами отправимся На производство Начальная стадия Изготовления светодиодных светильников Станок автоматически наносит Кристаллы светодиода На алюминиевой линейке Производительность 8 тысяч компонентов в час Параллельно идет Сборка блока питания Драйвера Существует нанесение Моркировки Наименование изделия На Следующий этап Сборка и ОТК Светодиодные лампы И светильники Бывают разной яркости Она характеризуется Световым потоком Который изменяется в люминах Чем больше люминов Тем ярче будет Источник света По мощности они Варьируются От 3 до 280 ватт Чтобы выбрать подходящую Нужно разделить Мощность заменяемой Лампы накаливания На 8 Еще один критерий Цветовая температура Она варьируется От холодного до теплого Основное преимущество Светодиодных светильников Перед традиционными Источниками освещения Это люминесцентные Лампы накаливания Это экономия Экономия перед Лампами накаливания Достигает 10-ти кратного размера Между люминесцентными И стадиодными Порядка 3-х кратного размера Другой плюс Долговечность Производители обещают 9 лет беспрерывной работы Светодиодные лампы Не перегорают И практически не нагреваются Дальше в числе преимуществ Прочность и безопасность Они не содержат Стеклор, туть и свинец Они не требуют Какой-то дополнительной Утилизации Относятся к 5-му классу Опасности То есть их достаточно После эксплуатации Разобрать Можно утилизировать С обычными бытовыми отходами В Чувашии Эра светодиодных светильников Наступила уже давно Их устанавливают В школах Болинцах На предприятиях Экономичное уличное освещение Уже есть в Чебоксарах Новочебоксарске Канаше И Маргаушах Также светодиодные фонарные столбы Установлены Вблизи пешеходных переходов На федеральных трассах Энергосбережение И энергоэффективность Актуальные направления Которые с каждым годом Развиваются все больше Разрабатываются новые способы И технологии Которые нам с вами Остается только применять Это была передача Есть идея До свидания